Привет. Видео сделано любителем для начинающих, для тех, кто хочет сделать первые шаги в заточке ножей. В нем расскажу очень кратко о различных заточных системах, для кого они предназначаются. У пользователя ножа существует два варианта заточить нож. Обратиться к профессионалу или сделать это самому. У профессионала заточка является его профессией. Соответственно, он способен потратить внушительные суммы на приобретение инструмента, камней, которыми он зарабатывает на жизнь. Когда я принимал решение, какой способ восстановления остроты своих ножей выбрать, обращение к профессионалу лично мне не подходило совершенно. Во-первых, из-за того, что проживая в небольшом городе, крайне сложно найти специалиста, которому можно доверить свой любимый нож. Во-вторых, стоимость услуг заточника. Для меня она казалась высокой. Дело в том, что, учитывая, что мне нужно заточить не один нож раз в году, а десяток ножей, причем раз в месяц как минимум, а то и чаще, безусловно, можно доводить ножи до совсем тупого состояния, а потом платить за заточку. Но мне хотелось всегда пользоваться острыми ножами, и потому я предпочитаю править их чаще, в среднем пару раз в месяц для ножей, которые постоянно работают, и всегда иметь хороший рез, не доводя ножи до сильного затупления. На мой взгляд, услуги профессионала неоправданно дороги с точки зрения потребителя, но также неоправданно дешевы с точки зрения профессионала. Я, например, не хочу точить кому-то ножи за деньги. А также, мне не нравится тот факт, что время, потраченное на то, чтобы отдать нож заточнику, потом забрать его, намного дольше, нежели время, которое у меня уходит, чтобы заточить нож самому. Ну а стоимость большинства популярных точилок отбивается буквально за одну-две самостоятельные заточки ножей. Мой выбор – точить самому. Можно точить ножи на камнях без использования каких-либо приспособлений. Однако, этот способ наиболее подходит для людей, у которых процесс заточки порой важнее результата. Для начинающих это наиболее сложный способ. Результата добиваться сложнее, нежели при использовании точильных систем. Однако, можно не тратиться на точилку. Более того, можно не тратиться на камни, используя вместо них мелкозернистую наждачную бумагу или обыкновенную керамическую посуду. Об этом было у меня хорошее видео «Бюджетный вариант заточки ножа». Ссылку на него я оставлю в описании, как и ссылки на другие способы заточки. Профи, точа за деньги, тоже в основной массе предпочитают специальные точилки, получая результат и быстрее, и стабильнее. Следующим шагом для меня был выбор точилки. Прочитав множество страниц заточенного раздела форма «Ганзру», выбрал я «Спайдерка Триангл». Это был далекий 2011-й примерно год. Выбором я доволен и по сей день. Даже несмотря на пользование многими другими точилками впоследствии, нужно понимать, что именно эта точилка имеет особенность, прежде всего, править, севших в плане остроты ножей. Но заточить нож с крупными дефектами, режущей кромки или перетачивать нож на ней, ну, на какой-то иной угол, задача трудоемкая. Поэтому отчасти спасает ситуацию набор алмазных камней. Плюсов у точилки довольно много. Доступная стоимость, высокое качество, простота использования, высокая скорость заточки, отсутствие образования заусенца, возможность правки серии торной заточки. Не всякой, конечно, но большинства. А также ножей со сложными формами клинков. Учебный диск с наглядным пособием по использованию точилки. Идет в комплекте. Легко добиться результата бритвенной остроты буквально с первого знакомства с этой точилкой. Кстати, про остроту. Безусловно, можно добиться очень высоких результатов. В частности, я не раз добивался остроты строгания волоса. Однако такая острота держится очень короткое время. И обычно не стоит потраченных на заточку ножа усилий. Потому лично я предпочитаю править ножи почаще, поддерживая остроту, способную брить волос, резать бумагу с выворотами и не более того. По времени на правку ножа у меня уходит 3-5 минут максимум. Теперь про другие. Ручные, неэлектрические точилки. Существуют такие системы, как профиль К02. Это инструмент профессионала. Мое мнение, его нужно брать очень осознанно. Если вы стоите перед выбором точилки и не знаете, что вам нужно, профиль – это не ваш выбор. Если вы зарабатываете заточкой. В моих советах вы не нуждаетесь. И, вероятно, профиль у вас уже есть. Для любительской заточки ножей можно выбрать схожие конструкции, попроще, в разы доступнее. Такие, как китайские подделки на заточное устройство Apex Edge или, например, российскую точилку Жук. Плюсом Жука является гибкая возможность выбора комплектации и гарантия. Хотя и китайские точилки, например, Ганза, купленные в России у официальных представителей компаний, тоже будут иметь гарантию. Это, я считаю, очень важно. Так как после нескольких заточек, пластик, например, может лопнуть, приводя устройство в негодность, как это было лично у меня. Поэтому, если вы приобретаете точилку, все-таки лучше брать ее с гарантией. Не напрямую, там у китайцев. Чуть-чуть переплатите, но зато в случае чего вы однозначно сможете ее вернуть и получить новую. Минус этих точилок в том, что они требуют от вас большего времени, отводимого на заточку. Умение избавляться от заусенца, который будет образовываться на режущей кромке в процессе заточки ножа. Проблемы при заточке режущей кромки сложной формы. Зато можно доводить легко до остроты нож, который в совсем плохом состоянии. Переточить режущую кромку, имеющую сильные дефекты. А также гибко выбрать любой, по сути, угол заточки. Раньше популярными системами были ЛАНСК и ДМТ, которые завлекали бюджетной стоимостью. Однако они имеют как минусы точилок выше названных, которые схожи с Apex Edge, так еще и свои собственные. Пошаговый выбор угла заточки, менее удобный эргономический. Лично я не могу их рекомендовать к приобретению в сравнении с другими системами. И хотя, если у вас такие точилки уже есть в наличии, ну какая-то из этих систем, тащить ими, конечно, можно. Что же касается точилок наиболее примитивных и доступных по стоимости. Они для тех, кто совершенно не хочет тратить время на заточку. Что-то в этом понимать, пусть даже в азах. И очень непредстязательны в результатах. Полагаю, это идеальный вариант для большинства домохозяек. Если глава семьи не собирается точить ножи качественно, то выбор, конечно, что-то вроде точилок, вот, яксель, например, которая была у меня. Ну или схожих по конструкции. Постарайтесь выбирать только системы с вращающимися камнями, а не с жестко фиксированными направляющими. Ножи станут заметно острее, чем были, но не более того. Это самое простое решение в плане использования. Довольно доступное, но и результат получается самым слабым. Электроточилки. WorkSharp, Chef's Choice – самая сложная тема для разговора. Для большинства людей, у которых не очень много ножей, лучше воспользоваться ручной точилкой. Для тех, кто хочет точить сам, точить много и часто, причем не на профессиональном уровне, а на любительском, я предположу, что электроточилка будет хороша для грубой заточки, с дальнейшей правкой ножа вручную. На другом каком-то приспособлении, которое мы рассмотрели с вами выше. Электроточилки быстро сжирают реющую кромку ножей, дают очень быстрый, но более грубый результат, требующий, на мой взгляд, дальнейшей доводки реющей кромки ножа вручную. Существуют и другие точилки, намного более редкие, например, Wicked Edge, и много всего существует в принципе. Однако, подводя итог, я бы мог рекомендовать следующее. Если руки у вас прямые, и вы хотите сэкономить, точите без точилок. Видео «Бюджетный вариант заточки ножа» в описании к этому ролику вам в помощь. Если хотите поддержать остроту своих ножей, считаю выбор SpiderCat Triangle просто идеальным. Особенно, если есть финансы докупить к ней пару алмазных камней и ультрафайн керамику. Мне такого набора хватает для переточки совсем убитых реющих кромок, и для финальной правки, получая прекрасный, стабильно достижимый результат. Бонусом, точилка позволяет удобно задачивать ножницы, раболовные крючки и даже сериторные ножи. Причем, все это есть в инструкции к этой точилке, в видеоинструкции, которой не нужен нам перевод и тому подобное. Посмотрели, все становится понятно, и действительно это помогает. А если в ваши задачи входит заточка ножа с нуля, либо переточка очень сильно затупленных ножей, то ваш выбор – либо более доступные аналоги Apex Edge, либо электроточилки. Разница основная в том, что ручные системы потребуют большего времени, но они и дешевле. А на ручных системах можно приобрести, например, мелкозернистые камни, получить по итогу прекрасный результат. А электроточилки дороже, имеют меньше заморочек, но желательно после работы на них дополнительно подправлять нож вручную на Мусате, либо, например, на том же Спайдер Катриангл. Если согласны на средние результаты по остроте, заточка – это вообще не ваша, или точилка нужна на подарок, то присмотритесь к самым простым ручным точилкам с вращающимися камнями. В описании под видео будут полезные ссылки. Я буду рад вашим лайкам, а также тем, кто поделится своим опытом в заточке ножей. Всем удачи, пока!